Девушки отдыхают 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 Мне очень понравилась на фотографии рассвета Натсипаева. Как ты это сняла вообще? По-моему, это нереально, какое-то райское местечко. С этой фотографией связана даже целая история о непрекрасном осеннем днем. Я встала часов в пять утра, собрала свой фото-рюкзак и двинула на гору. А там уже было дело до самого рассвета. Именно этот осенний цикл сегодня у Айши самый титулованный. Второе место на конкурсе «Золотой штатив». Фотограф – это профессия, когда люди ездят, что-то новое узнают, фотографируют, показывают людям. Ты любишь путешествовать? И если да, то где ты была уже? Да, конечно, мое большое увлечение – это путешествие. В прошлом году я не удалось побывать в Италии. Не удалось заснять несколько безумных кадров с такими чудными итальянцами, которые радовались как дети. А сама я болела за французскую. Сейчас в Уфе. Можно ли выжать только фотографии, зарабатывая на это? У нас в Уфе можно прокормиться, но много денег на этом не заработаешь. Сама я работаю в одном из столичных клубов. Тяжелая работа? Да, потому что нужно привыкнуть к графику. Это, во-первых, ночная работа. А если еще утром на занятия, то совсем худо. Когда я снимаю, я стараюсь получить тот отпечаток, который мне видится. И нередко именно мое эмоциональное состояние, мое настроение, оно накладывает какой-то оттенок на фотографию. Что ты можешь пожелать людям, которые только что буквально сегодня пошли в магазин, купили свою первую мыльницу или первую цифровуху и хотят впечатлеть свою жизнь или жизнь своих друзей, знакомых, семьи. Как действовать, что им делать? Я бы пожелала им взять фотоаппарат, одеться и выйти на улицу и просто фотографировать все подряд. Чем больше, тем лучше. Навык развивается, опыт набирается. Если за время нашей беседы ты не смог ответить на вопросы, а кто я, а что я умею, а что я могу, то срочно вставай с дивана и найди себе какое-нибудь прикольное занятие. А если ты положительно ответил на эти вопросы, то напиши нам, и следующий сюжет будет о тебе. До встречи. Пока.